На три года вперед распланировать работу с учетом прошлых недоработок. В Маргаушском районе подвели итоги 2017 года. Туда с рабочим визитом отправился и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Средний и малый бизнес в Маргаушском районе последовательно развиваются, причем предприниматели стараются занимать промышленные ниши. Увеличиваются обороты и в сельском хозяйстве. В 2017 году сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали около 34 тысяч тонн зерна, что больше почти на 6 тысяч тонн по сравнению с годом ранее. Тема сезона – закупочные цены на молоко. От 13 до 15. А почему 2 рубля – разница тоже существенная для производителей? Вы же выписываете сопроводительные документы. Вы же можете видеть, знать своей командой. Райпа у нас собирает по 13 рублей. Бурнарский сон собирает по 14 рублей. Но они рассчитываются? Да, рассчитываются. Бурнарский сон? Да. И ударник у нас собирает тоже по 15 рублей. Задача местных чиновников – контролировать сборщиков и тщательно следить за качеством, отметил Михаил Игнатьев и добавил перечень явных недоработок. Упущение – это вот жилья. Сдали позиции по прошлому году. Есть необрабатываемые земельные участки, есть долги по арендным платежам, за использование муниципальной собственности. Конечно, эти вопросы уже касаются как раз власти. Не столь активно продвигается программа инициативного бюджетирования. Желающих принять в ней участие можно пересчитать по пальцам. В районе успешно реализовали два проекта по инициативному бюджету на общую сумму 2 миллиона 879 тысяч рублей. В том числе с привлечением денег в среду населения и бизнеса – 577,6 тысяч рублей. Это на ремонт Шуркосинского клуба в Геребокосинском поселении и обустройство спортивного площадки в селе Юнга в Юнгенцемсельском поселении. Список объектов явно должен быть шире. Продолжил важную тему Михаил Игнатьев уже на рабочей встрече с главой района и главой администрации Маргаушского района. Они уточнили, что в этом году в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, которые основаны на местных инициативах, участвуют уже 14 проектов. Мы не доработали главу поселения, мы тоже не смогли убедить. Капитальный ремонт на квартире домов в Рафикахе и Юнгенда тоже не дорабатывали. Один дом фактически он отказался, мы сейчас его на этот год переносить собираемся. Отказался участвовать люди сами. Коррективы в перспективное планирование развития района на ближайшие три года уже внесены. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика.